Когда человек никто и нигде. Еще одна семья стала жертвой карантина. Пара карагандинцев 17 марта должна была уехать на ПМЖ в Беларусь, а 16 закрыли границы. В итоге люди остались без работы, без документов и без средств к существованию. Подробности расскажет Людмила Батюшкина. У супруги Сергея Сафроника в Беларуси живут родители. Семья еще три года назад решила переехать к ним. Долго собирали документы. Уже было все готово. На 17 марта были куплены билеты на поезд, но 16 объявили о закрытии границ Казахстана. Билеты сдали, но с каждого удержали комиссию по 5000 тенге. Небольшие деньги, которые были на счету у Сергея, заканчиваются. Я звоню в миграционную полицию. Мне говорят, что я уже убывший. По документам я считаю, что я уже уехал в Беларусь. Моя жена сдала удостоверение личности. Я сдал удостоверение личности. Я сдал военный билет. Я не считаюсь гражданином Казахстана. И до Беларуси мы не доехали. А я не смогу к ним обратиться. Потому что я до них еще не доехал. Я там не числюсь. У обоих супругов второй брак. Своего жилья нет. Живут на съемной квартире. С прописки уже снялись. С работы уволились, так как уже были на чемоданах. Получается, что я вообще никто, нигде и никак. Я не знаю, что надо делать. В полном отчаянии. Вообще печально все. Я бы рад где-то на подработку устроиться, но меня не берут, потому что у меня нет прописки. Получается, я нигде в электронной базе не числюсь. В миграционной полиции ответили, что тем, кто получил разрешение выехать на ПМЖ, но из-за карантина не смог этого сделать, действительно помочь ничем не смогут. В Управлении координации занятости и социальных программ подтвердили, что какая-либо социальная помощь таким людям не полагается. Единственный выход – обратиться за помощью к волонтерским организациям и пережидать карантин или искать нелегальную работу.